Давид Рязаев и Павел Куксенко читают комментарии хейтеров. Хейтер. От английского hate – ненависть. Тот, кто испытывает ненависть к какому-либо человеку. Хейтеры, как правило, активно осуждают творчество, которое пришлось им не по вкусу, считая при этом своё мнение единственно правильным. Зачастую неграмотны, необразованы. Вот это моя любимая шутка первая у Варламова тогда была. Мутные типы, особенно Шепеля. Фаравахар, Москва. Фаравахар, братан, по-братски, заикаюсь и всё. Ногой уфимцев Давиду и Павлу респект. Вот это ногой, красавчик. Ногой уфимцев? Ногой уфимцев. Это типа голый? Напиши в комментариях карты Сбербанка, отблагодарим тебя. Махолот. Даже не знаю, двоякое ощущение, чему уж тут радоваться. Если экономика в жопу стремится, кому война, кому мать родна. Так-то, парни, молодцы, но для всех лучше, если работы у них меньше будет. Вообще, то, чем мы занимаемся, это обычная процедура в любой экономике мира. На Западе, в Европе, до России тоже дошло. На самом деле, несем ценность к государству. Конечно. Разберитесь, пожалуйста, в этой. У кого-то проблемы, у кого-то долги, мы помогаем вернуть эти долги. Китайский бампер пишет. Нормальные, обождатые, хуй, ебашат по банкротству. Я даже не знаю, что вам ответить, уважаемые, китайский бампер. Продолжайте мочить. Китайский бампер. Сергей Лагунов нам пишет три месяца назад. Если там все так круто, почему же эти ребята тогда сами перепродажей машин не занимаются? Вот, примерно, концовка такая должна была быть. Блин, это на самом деле самый частый вопрос, который задают. Мы работаем, перепродаем. Посмотрите аналитику, она открытая. Больше 100 лотов за прошлый год выкуплено. 30 января Давид Викторович на свое имя выиграл Lexus RX. Lexus. 2011 года. Занимаемся. Прикрепим протокольчик даже. Ну, типа, а что они рассказывают об этом? Они в тихоря там гадят? Постоянно. Окей, понятно. Сейчас вот следующий лот 12 квартир покупаем. Ну, это счастье и здоровье у тебя так считают. И я читаю дальше, да? Давай, ух, у меня здесь прям топчик-топчик вообще есть. Так, Александр Антонов. У них, скорее всего, бизнес на тренингах по обучению, работы на аукционах. Я же говорил, что ты инфо-цыган, блядь, а ты мне не веришь. На самом деле, одно из направлений нашей компании – это тренинги. Вот, мы это не скрывали. Мы через тренинговые направления открываем регионы, ищем себе партнеров, обучаем по нашей технологии. Тренинги – это нормально. Онлайн-образование в 21 веке – это нормально. Да, Павел Сергеевич? Согласен со мной? У нас будет, кстати, видео, где мы покажем, какой объем средств в компанию приходят деньгами от тренингового направления. Вот мы сейчас готовим с аналитическими данными, там будет прям полноценное видео хорошее. Так что, если кто-то считает, что это наш единственный бизнес, не совсем корректно, но это тоже часть нашего бизнеса. МСЛ-36, тоже три месяца назад. Сейчас прям три месяца назад, как у нас прям парафинили. Поехали, значит, 7 лайков собрал он этот комментарий. Да, вообще сильно. Мутные типы какие-то, запятая. Особенно, когда говорят «с Москвы», Давид, это, кстати. С Москвы. С Москвы, это как надо правильно? Из Москвы. А, из Москвы, да. Ну, я просто с Украины, там говорят «на Украине», понимаете? Да. Ну, и тут доигрывает чувак, как бы, ну, типа, моделирует ситуацию. «Вы откуда?» «Да я местная, с Москвы». Ну, и типа, спалилась сразу. Вот ты тоже спалился. Ну, я не москвич. Ты не с Москвы, что ли? Я петербуржец. Я уезжаю, короче. Я не работаю. Как говорится, чемодан, вокзал, Узбекистан. Фуфлойте, аукционы. Очередная замануха для любителей быстро разбогатеть. Значит, Нори Майс. Нори Майс. Три месяца назад 4 лайка собрал этот тип. Один дизлайк. Вот это мой дизлайк был. Любимая наша, наша любимая. Мистер Пилот. Смотри-ка, аватарка, да. Национальная ассоциация единых брокеров-наёб. Вообще, чувак. Лайк, давай лайк ему. Просто лайк тебе. Красава. Не наёб, а на. Данил Добротолюбов. И фамилия-то у него, смотри, какая классная. Два лайка собрал, один коммент. Интересная реклама была, точка. Если не кидалова, запятая, конечно. Ну, в общем, Данил, спасибо тебе, в общем-то, за обратную связь. Когда она конструктивная, ну, реально есть хоть на что ответить. Да. Когда там набор гадостей, ну, мы иногда даже, ну, мы не читаем это. Потому что, ну, гадости есть гадости. Конструктив, ради бога, мы принимаем. Причём, мы за два с половиной года очень сильно выросли как раз на обратной связи, на конструктивной. Когда нам люди говорят, было бы лучше сделать так, было бы удобнее для нас, если было бы так. И вот, наверное, 70% бизнес-процессов в компании выстроено как раз от обратной связи. Спасибо. Илья Прокопенко, скромный парень, тоже три месяца назад поливал нас. Говорит, да что ж такое там. Нет, он не поливал, нормально вроде. Так, поясните лучше, где и в чём подвох с этими аукционами? Мало шансов на успех? Высокая комиссия? Откуда у этих людей деньги на такую дорогую рекламу? Я не помню, откуда этот коммент пришёл, но чтобы вы понимали, практически все наши коллаборации в интернете, на ютубе, вот если вы где-то нас увидите, знайте одно, что на фоне того, что мы создали ассоциацию, это новая профессия и так далее, для нас это не так дорого. То есть это некий социальный посыл в том числе присутствует. Да, блогеры какую-то денежку получают, мы платим, потому что есть съёмочная группа, которой нужно заплатить аренду за там помещение, ещё что-то. Ну, это не сумасшедшие деньги, у нас нет таких сейчас возможностей там вкладывать там в маркетинг, там вкладываться большими деньгами. Поэтому, Илья, если вы думаете, что это слишком дорого, то будьте спокойны, это недорого. Евгений Фоменко, 10-20% этим а**шим, не перебор им! Ну, у нас на самом деле стандартная комиссия за выкуп лотов, это от 5 до 10% от цены этапа на периоде. Мы в любом случае, это маленькая комиссия, мы вам экономим 30-40-50% от рыночной цены. Жалко дать 10%! Евгений, да вы хапуга! Хоменко, не Фоменко, а Хоменко! Ахоменко, ахоменко! Просто Ахахаха! Ну, собственно, как бы ничего нового, но так или иначе. Три месяца назад. Всё то же самое очери... Сейчас скажем, Алманзор Зорро! Ну, что пишут? Очередные инфо-цыгане... И запятая стоит, но почему-то слово б**ть написано неправильно. БЯЛТЬ написано. БЯЛТЬ! Два лайка, два коммента, ну, в общем, братья его тоже. Я тебе говорю, что ты инфо-цыган, а ты мне не веришь. Люди даже тебе говорят об этом, братан. Да, даже Алманзор Зорро говорит, что это так. Ты не юрист по банкротству, не адвокат по долгам, а инфо-цыган. Надо тебе футболку подарить, кстати, такую. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Я специально постригся, помылся, и она пишет, неприятная. Как жить с этим, братан? Я даже знаю. Елена, на самом деле мы хорошие мальчики, мужчины. Особенно я. Да-да-да, вот посмотрите, он, правда, не стриженный, но и мы это сегодня исправим. Сергей Иванов. Все эти электронные аукционы – это сложно и непрозрачно. Ты не видишь машину, которую покупаешь, ее состояние пощупать и пройти толщиномером, не можешь. Было бы проще вообще продать все служебные машины чиновников на открытой… Такой этот, короче, вообще… Ох, Серега! Расстрелять! Расстрелять на открытой и реальной площадке, типа парковки у Меги и по старинке, с номером на табличке участника аукциона. Предварительно посмотреть и полазать по вариантам интересующих машин, вот. Все лоты до покупки перепроверяются, выезжаются на осмотр, даже в законе прописано, что до покупки вы обязаны посмотреть, вам дуют ключи, вы заводите автомобиль, проехали взад-вперед, послушали, как работает двигатель, коробка, принимайте решение уже, а потом посмотрели, убедились и идете подавать заявочку. Вот так вот это работает. Толщиномером прошлись, как раз таки. Ладно, поехали дальше. Минутка юриспруденции, секунда буквально. Пункт 9, статьи 110, федерального закона номер 127. Сергей, не знаю, как правильно прочитать, Пикалов или Пикалов. Дрычка вы с магазином на Авито. Стоит лайк, только, не лайк, а этот, смайлик, точка, президенты ассоциации. Это вот прям концовка, правда, мощная организация. Два лайка, один дизлайк, ни одного коммента. Серег, ну что ж, спасибо, запикаем тебя, как положено. Так, житель Донецка, барыги, 6, 6 букв, барыги. Я иногда, я иногда, когда вижу там, барыги, хапоги, торгаши, я хочу задать этим вопрос, вопрос этим людям. А если бы, ну, торговля не развивалась, если бы продажи не развивались, ты сейчас в чем ходил бы, братан? Как его звать? Житель Донецка. Донецка. Братан, ты в чем бы сейчас одет был? Если бы китайцы нам не продавали товары, если бы местные российские производители свои товары на местный рынок не пускали. Если бы Икея не производила диваны. Так что предпринимательство, это нормально, это не брыжничество. Никита, 400-401. Опять реклама лохотронщиков, точка, единственный заработок которых это тренинги всякие. Вот именно, что всякие тренинги. Всякие, да. Всякие разные. Никитос, счастья, здоровья. Да. И приходи к нам на тренинг. КОНЕЦ